Привет! Сегодня для меня такое чуть-чуть сложное видео, потому что я решила рассказать некоторые истории со своими, ну так скажем, неадекватными учениками, хотя мне не очень нравится это название, просто все это так называют, там, неадекватные ученики, неадекватные клиенты, вот это вот всё. Видео будет, я думаю, что достаточно длинным, поэтому заварите себе какой-нибудь чаёк, чаёк и слушайте всю жесть, которая происходила со мной. На самом деле, сразу скажу, что многие эти истории произошли по такой двойной вине, что ли, даже это не вина, но это стало результатом какой-то странности людей и неопытности педагога, то есть меня. И я потом даже объясню, почему. Мы начнём с такого, с самого лёгкого и закончим прям вот жестью, от которой у меня психологическая травма. Так вот, первая история про девочку, которая так и не стала моей ученицей, но просто с ней был такой странный диалог, что я это прям запомнила и я хочу вам об этом рассказать. Было это, кажется, пару лет назад, и она пришла со своей мамой в языковую школу для того, чтобы я их определила в группу, и они начали заниматься. И, как мне сказали, что это очень классная, мотивированная девочка, которая готова много работать и которая мечтает стать переводчиком. Я подумала, вау, класс! И я уже даже подумала, что вот либо в эту группу, либо в эту есть вот классные группы, но не тут-то было. Они пришли, и явно было видно, что и девочка, и мама как-то очень скептически вообще смотрят на всё, хотя мама звонила ей по телефону, вроде бы как была такая с энтузиазмом. И я ей начинаю спрашивать, например, там, what's your name? Я говорю, Маша. Я говорю, окей, там, Маша. How old are you? Она говорит, 14. С абсолютно невозмутимым лицом. Я думаю, ну ладно, может быть, у меня с цифрами плохо. Я такая спрашиваю, ну там, не помню, what's your favorite color? И она говорит, голубой. Тоже с абсолютно прям таким вот серьёзным невозмутимым видом. Я говорю, а ты можешь попробовать отвечать на английском? Она говорит, могу. И я ей уже спрашиваю что-то ещё, ну типа, what's your hobby? Просто иностранные языки. То есть, понимаете, я уже начинаю серьёзно нервничать. То есть, что происходит? И она, да, я могу. То есть, как бы, я могу, но не буду, наверное, имела в виду она. И я сказала, ну как бы, мне будет трудно что-то сделать, если ты вообще не будешь говорить. Но она мне так ни слова ни одного не сказала на английском. Ни одного слова даже, то есть да или нет. И когда я сказала о том, что это действительно трудная для меня ситуация, потому что, как бы, для того, чтобы научиться, языку нужно на нём говорить, а не только его слушать, даже если вы хотите быть переводчиком. Ну как бы, язык-то надо знать. И знать не только в своей голове, а уметь ещё и разговаривать как-то в нём. Мама явно всё это время, она сидела рядом и смотрела на меня, как будто, ну, что-то не так, что я что-то не так делаю. И закатывала глаза. И, наверное, здесь, как бы, им, может быть, я не понравилась изначально. И они это всё решили провернуть. Но я не знаю, блин, а смысл-то какой. Просто в конце этой беседы, когда я попыталась всё это объяснить и так далее, мама этой девочки просто мне сказала, ну, знаете, мы, пожалуй, просто пойдём в другое место. И они развернулись и ушли. Я сказала, ну, ладно, хорошо, до свидания. Зачем было это делать? Зачем был какой-то вот этот вот мини-спектакль? Я так и не поняла. Но вот такая странная история. Следующая — это такая вот история, которая включает в себя сразу несколько людей. И это просто был такой парадокс, что они все произошли со мной примерно в одно время. И только в прошлом году. Несколько человек, которые, опять же, приходили вот как бы на тестирование своего ребёнка, они заходили, родители, я имею в виду, осматривали меня вот так вот. И как бы вот снизу вверх обратно. И все спрашивали примерно один и тот же вопрос, примерно одним и тем же тонн. Это звучало что-то типа, а у вас образование-то вообще есть? И сначала, когда это прозвучало первый раз, я немножечко опешила. И я вообще подумала, что я как-то не так выгляжу. Ну, как бы да, я знаю, что я выгляжу, возможно, моложе своего возраста. И ещё очень часто на работу я просто не крашусь. И как бы да, я там в джинсах, в футболке. Но всё-таки, как бы, ребята, если вы приходите в какую-то языковую школу, то, наверное, вы ей как-то доверяете. Я имею в виду школе. Они бы не взяли на работу просто как бы какую-то школьницу, скорее всего. Ну, то есть как бы странно. Странно не то, что они меня спросили об этом, потому что очень многие родители спрашивают конкретно о моих квалификациях. И я с радостью им всё говорю. Про образование, про сертификаты, про опыт работы. Но просто как это было спрошено? Как этот вопрос был задан? Это очень странно. И когда он прозвучал несколько раз, тут уже как бы мне было без разницы, останется человек со мной или нет. И как бы, когда меня спрашивали, кто-то спрашивал, сколько мне лет. Но вот когда меня спрашивали, есть ли у меня вообще образование, я просто с таким каменным лицом. Такая, ну вообще-то да. Ну потому что, а как ещё отвечать на такую наглость? Опять же, я не имею в виду вопрос. Я имею в виду только тон вопроса. Ну вот, а следующая история будет уже именно про ученика. И история достаточно жёсткая, ну вот как и для меня. Занималась я, значит, с мальчиком. Однажды, это было летом, они хотели, запрос был в том, чтобы за лето ребёнка научить читать. Он проучился один год в школе и совершенно не научился читать. И как говорила мама, что там такая плохая учительница, что абсолютно нулевой уровень у ребёнка, что он не знает вообще ничего. Знаете, когда мне говорят изначально, что плохая учительница, настолько плохая, я всегда очень сильно напрягаюсь. Потому что вот по опыту, когда сильно ругают других учителей, проблема не в учителях. Или проблема не только в учителях. Но там так вышло, что меня очень просили позаниматься через родственника. И то есть это были такие вот, как бы знакомые знакомых. И прям вот просили только на лето, потому что ребёнок бы уехал потом в сентябре. Ну, я такая подумала, окей, как бы летом всё-таки обычно работы нет, нужны какие-то деньги. И я согласилась. Давайте назовём мальчика, не знаю, Петя. В общем, Петя переходил со второго класса в третий, то есть ему было 9 лет. И когда я пришла, то выяснило, что мама была права насчёт того, что ребёнок абсолютно ничего не усвоил за год в школе. Опять же, меня после того, как его мама сильно ругала на учительницу, второй момент, который меня сильно насторожил, когда я пришла, ребёнок был очень сильно не готов к тому, чтобы вообще с кем-то заниматься. То есть у него началась истерика. Конкретно натуральная истерика. Хотя 9 лет – это очень уже такой осознанный возраст. Но нет, Петя плакал, бегал по комнате, пытался что-то, бросался какими-то карандашами. И я стояла, на это всё смотрела. Его мама или бабушка, я не помню, пытались в этот момент его успокоить и криком, и чуть ли не руки ему там скручивали за спиной. Тебя уже настроя никакого на урок нет. Но потом он вроде бы даже, когда со мной как-то познакомился, мы с ним что-то поболтали, он как будто бы ко мне даже проникся. И всё было вроде бы нормально. На первом уроке я заметила, что у него отсутствует какая-либо концентрация внимания. То есть, ну, бывает такое. Он был очень активный. Ну, то есть, прям очень активный. И для того, чтобы ему что-то донести, какую-то информацию, это нужно было очень серьёзно постараться. А моей задачей было научить его читать. То есть, не просто играть в игры и учить какие-то слова, а именно учить читать. Ну, в общем, я с ним билась. Окей, на первом уроке он ещё кое-как что-то вроде развеселился и со мной как-то хотел взаимодействовать. И что-то мы сделали. Я думаю, ну, окей. И, собственно, так и продолжилось. Каждый раз, когда я приходила, у него случалась истерика. Очень часто истерика была уже в момент того, как я пришла. То есть, явно она уже была не то, что из-за того, что я пришла, а она была просто. Ещё, кстати, момент, не относящийся вообще к обучению, но ещё меня напрягало, что ребёнок постоянно был раздетый. То есть, тоже, ну, это какие-то рамки вот социальные. Он постоянно занимался в какой-то такой бельевом вида майке и трусах. И, как бы, ну, мне всё-таки хочется всегда, чтобы ребёнок на занятиях со мной был одетый. Ну да ладно. Это уже не так важно. Ещё у него было постоянное желание связываться с космосом. Странно звучит, не так ли? То есть, понимаете, он не мог начать какое-то задание. У него был сломанный старый городской телефон, который ему просто разрешали, ну, чтобы играть. У него он стоял, по-моему, на балконе, а там была комната, и вот сразу выход на балкон. И каждый раз, когда я ему говорила, так, давай сделаем вот это, он мне говорил, подожди, мне нужно получить разрешение начальства, ну, что-то такое. Или мне нужно установить связь с космосом. И как бы я очень сильно пыталась превратить это каждый раз в игру, чтобы максимально изгладить, и чтобы он не нервничал, и чтобы это было побыстрее. И последнее, что очень-очень сильно мне не нравилось, это то, что он постоянно максимально сокращал дистанцию между нами, и он постоянно меня трогал. Бывают маленькие дети, я сейчас говорю о детях, там, 4-5 лет, которые всё трогают, и они как-то вот машинально за вас хватаются, и как бы это вполне нормально и естественно. А тот, опять же, 9 лет, я считаю, что уже ребёнок осознанный, самостоятельный, ему не нужно это делать. Но тут всё время, то есть мы сидим как бы за одним столом рядом, и он начинает что-то читать, например, вот здесь вот, через три слова он оказывается вот прям вот тут вот, у него рука то у меня на коленке, то у меня вот на руке, то у меня на плече, то у меня на голове. То есть это не было такое, что я ему нравлюсь, поэтому он меня трогает. Нет, как бы, то есть ему совершенно было не важно, то вот он за волосы вот так вот схватится, за мои. Я каждый раз ему говорила, то есть не надо, совершенно спокойно, просто что, давай мы вот уберём руку с моей коленки. Иногда я просто сама отодвигалась, к концу урока всегда оказывалось так, что я была далеко уже от стола, а он был как бы на этой части, где изначально я была. То есть, ну как бы, это было неприятно. Всё-таки личное пространство, оно важно. Через месяц я поняла, что мы не продвинулись никуда. Опять, тут, наверное, не хватило моего какого-то профессионализма, потому что нужно было уметь учить, при этом удерживая вот минуту внимания, которую ребёнок мог уделить за весь урок вам. Вот честно сказать, для меня это как бы жесть. И не знаю, как у него сложилась судьба. Я очень надеюсь, что всё-таки как-то с ним кто-то нашёл общий язык и смог его научить. Это здорово было бы, но вот у меня ничего не получилось. У меня есть ещё две такие прям жёсткие достаточно истории, и я думаю, что я их оставлю на вторую часть, чтобы видео не было слишком длинным. И если вы ждёте ещё двух историй, то обязательно покажите мне это, либо поставьте лайк, либо напишите комментарий. Я обязательно расскажу. И увидимся в следующих видео, во второй части этого видео. Пока!